Во время встречи рассматривались вопросы, связанные с возможностью дальнейшей поддержки региона федеральным центром. Взаимодействие в развитии социальной сферы, малого и среднего бизнеса, ремонта дорог и другие темы. Среди прочего, много было сказано и о способах развития образования. Сегодня подготовлены программы реальными училищами строительства, создания новых систем, создания новых школ. Программа десятилетняя. Программа предусматривала определение более трех 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 тысяч рублей. И несмотря на все экономические сложности, эта программа началась в новом году. Мы нашли бюджет с 2016 года, первые 50 миллиардов рублей из этой программы. 25 из них уже были распределены. Мы очень много работаем цели. Кстати, это очень важный момент. Посмотрите, это еще и готовность регионов в эти программы. Понимаю, когда я распределяю, первые 25 вариантов, работаю с Министерством управления, и выяснилось, что у очень многих регионов свои программы нет. Потому что, чтобы получить деньги на программе, надо не просто иметь эту программу, надо защитить эту программу. Первые 509 миллионов рублей Рязанская область уже получила. Это даст возможность для строительства двух новых школ. Помимо этого, стоит отметить, что в июне и июле этого года будут введены в эксплуатацию еще два учреждения. Эта школа на 600 мест в Кадами и на 800 мест в Ряжске. Что касается улучшения качества дорожного покрытия, то в скором времени региональный центр получит дополнительные средства на решение проблемы. Деньги удалось высвободить из федерального бюджета в региональный дорожный фонд Рязанской области. Это порядка 300 миллионов рублей. Остальные деньги, которые придут целевым образом на региональные дороги, мы направим на дороги Рязань-Касимов в меньшие доли, Рязань-Роково-Рязань-Скопин в большие доли и Рязань-Александр-Львович тоже в большие доли. Конечно же, в ходе встречи обсуждались перспективы развития малого бизнеса, что сейчас очень актуально в регионе. Когда будет работать бизнес-навигатор, вот сегодня он говорит, у меня есть вот здесь земельный участок, я хочу здесь АЗС поставить. А рядом у двухстах метров уже стоит, а у трехстах метров в эту сторону еще стоит. Кто-то из них точно обогрудится. Нам это не нужно, и им это не нужно. Поэтому бизнес-навигатор будет позволять расстановку делать вот таких вот проектов малого бизнеса там, где это необходимо. Еще раз, еще раз, ты там где-то востребован. И дальше уже тогда вступает в силу возможность получения кредита под проект и субсидирование процентных ставок из нашего фонда поддержки малого и среднего бизнеса. А вот сегодня у нас очень прилично, у нас порядка 600 миллионов рублей этой гранты и вот поддержка. Поэтому вот это вот все необходимо будет связать. В целом окончательные правки по федеральному бюджету, по словам Андрея Макарова, должны быть приняты после выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации, чтобы всеми вопросами мог в полной мере заняться новый состав парламента.